Конкурсная программа «А ну-ка, парни!» 2019 – инициатива Берёзовской организации БРСМ и местного Дома культуры. Подобное мероприятие в городе Унемана стало пилотным, поэтому организаторы прежде всего акцент сделали на отбор участников. Ими стали пять творческих и активных БРСМовцев, которые состоят в молодёжном отряде охраны правопорядка. Это учащиеся Берёзовских школ Максим Сидор, Владислав Шапуська и Никита Шевчик и Неманского профессионального лицея Денис Шарпатый и Кирилл Абрамчик. На сцене все они держались так, как будто им ежедневно приходится на неё выходить. Где-то месяц назад участники пришли на первую репетицию, на первый отборочный тур. И на протяжении всего этого месяца мы вместе с Домом культуры, непосредственно с Дианой Игоревной Володско, это культорганизатор этого государственного учреждения, мы готовили мальчиков. Какие-то конкурсы они готовили сами, какие-то конкурсы они готовили вместе со своими педагогами. Конкурсантам предстояло проявить себя в шести испытаниях. Сразу они дефилировали на сцене. А потом представляли себя членом жюри и зрителем, рассказывая о своих увлечениях. Как оказалось, Максим Сидор отдаёт предпочтение спорту. Влад Шапутико увлекается химией и играет на перуанском музыкальном инструменте кахони. На нём он и исполнил известную всем композицию. В подготовке визитки конкурсанты подошли креативно. Так Денис Шарпатый о том, как он учится и отдыхает, рассказал по рентгеновским снимкам. А Никита Шевчик – по фото и видео из семейного архива. Кирилл Абрамчик в выступлении ставку сделал на юмор. Он даже про занятия греко-римской борьбой мудрился рассказать с улыбкой. Не менее зрелищным получился творческий конкурс. По его условиям участники должны были показать концертный номер. Здесь кто-то танцевал. Кто-то представлял юмористический монолог или читал свои стихи. А кто-то даже сыграл на эффекте неожиданности. Так как конкурсная программа проходила в День защитника Отечества, она не обошлась без тематического испытания. Ребятам необходимо было облачиться в боевую одежду спасателя, состоящую из четырех элементов. В идеале с этим заданием пожарные справляются за 16 секунд. На сцене быстрее всех его выполнил Кирилл Абрамчик. У него на все ушло около 24,5 секунд. Оригинально юноши подошли к конкурсу «Профессия моей мечты». Денис Шарпат и Никита Шевчик хотят стать врачами. Кирилл Абрамчик мечтает работать в милиции. Максим Сидор видит себя в будущем только тренером. А Владислав Шапуська выбрал профессию архитектора. И во время выступления вручил свой план детской площадке председателю Березовского горосполкома Валерию Еводику. Впечатление самое приятное. В первую очередь хочу поблагодарить организаторов данного мероприятия. Это городской дом культуры, городской комитет Ларусского Республиканского союза молодежи. За проделанную работу и за организацию данного мероприятия. И зрители, и жюри, и гости нашей конкурсной программы все остались под впечатлением. Поэтому хочу сказать только спасибо. Заключительный танцевальный конкурс «Идет солдат по городу» убедил жюри и зрителей. На сцене не соперники, а товарищи. И каждый из них ни разу не пожалел, что вышел на сцену. Я такой скромный, не хотел сюда идти. Но потом пришли из БРСМ и пригласили. Но я думаю, почему бы и нет. Потому что нужно развиваться, нужно... А вдруг что получится? Вдруг куда-то пойду. Я сам спортсмен, занимаюсь у олимпийского чемпиона Авденко Геннадия Валентиновича. И также сегодня я буду говорить про него, про себя. Мне будет очень радостно, гордо за него. И готовиться было, да, сложновато, много времени тратилось. Но я не привык сдаваться, так как я спортсмен. И весело будет готовиться. Думаю, выступлю хорошо и все получится. Я готовился к этому конкурсу цена месяц. Я подготовил все творческие номера, она отличная. Я уверен в своей победе. Принимаю в таком конкурсе первый раз. За три года пока здесь учусь и живу. Определить победителя членам жюри было нелегко. Каждый из пяти конкурсантов имел свою изюминку и заслуживал победы. Я думаю, что все гости, все зрители, которые пришли на конкурс «А ну-ка, парни», получили огромнейшее удовольствие. Во-первых, все вместе весело с пользой провели время. Во-вторых, увидели таких замечательных, неповторимых ребят, которые доказали, что действительно они лучшие. Они раскрылись с разных сторон. Показали свои творческие способности, организаторские способности, умение держаться на сцене. Хочу отметить огромную поддержку зрителей, болельщиков. Действительно, каждый болел за своего участника и плакатами, и аплодисментами. И все вместе получили огромнейшее удовольствие. После долгого совещания жюри озвучила итоги и назвала имя победителя конкурса «А ну-ка, парни-2019». Им стал первокурсник неманского лицея Кирилл Абрамчик. Он же был удостоен титула «Звезда спорта» и главного приза от березовской первички БРСМ. Подготовка была довольно серьезная, в результате которой были задействованы вся моя родня. То есть, братья, сестры, даже попросил тетю. Они помогали всем, чем можно. Члены жюри отметили успехи всех участников конкурсной программы. Владислав Шапутько был назван генератором идей. Денис Шарпатый – любимцем фортуны. По мнению жюри, творческая личность – Никита Шевчик. А голливудская улыбка – у Максима Сидора. Он же получил титул «Мистер интернет-пространство», набрав в онлайн-конкурсе более 2000 голосов. От березовской первички БРСМ Максим получил специальный приз.